все отлично все хорошо понятно так на запись я поставила сегодня давайте еще раз напомню ребят вам про про марафоны и про ретриты потому что меня очень много спрашивают в личку у меня нет возможности всем ответить я не успеваю всем отвечать поэтому кто смотрит тогда скажу сразу марафон про носит он стартует 1 февраля что на нем будет мы к сожалению очень плохо знаем свое физическое тело у нас бывает что защемление мышц каких-то внутренние органы нам иногда шепчут иногда кричат о чем-то да и очень часто бывает такое что мы не слышим не понимаем не понимаем не потому что не хотим не понимаем потому что у нас забыто эти знания забыты эти знания в нас самих они они есть они никуда не делись но в определенный момент нам их заблокировали и заблокировали тоже стоит целью чтобы мы не смогли познать эту плотность в полной мере именно поэтому идут у нас эти перерождение реинкарнации верит кто-то в них не верит не имеет значения сможете проверить это только через какое-то количество времени да но как только вы познаете себя как только вы познаете тело как только познаете плотность ваш мир выворачивается и конечно же там не только тело идет определяющим фактором много всего но это один из инструментов один из инструментов познать свое тело один из инструментов познать свои органы и на пранофите мы с вами будем говорить две недели мы с вами будем говорить какая мышца что он нам показывает, о чём он нам рассказывает, наш орган какой-либо, что он нам транслирует, для чего нам это, как мы можем это применить в жизни, как мы можем это через это, через познание своего тела поменять свой внешний мир и, конечно же, внутренний. И об этом с вами у нас будет марафон пранофит. С вами, с вами. Масло-масленное. Ну и, конечно же, никто не отменял сухие дни. И у нас после пранофита будет марафон по сухим дням. Там я буду рассказывать, как правильно входить в сухие дни. Мы с вами вместе будем на сухих днях. И каждый день я вам буду рассказывать, что, возможно, с вами происходит. Как это транслировать? Как с этим работать? Как работать с психикой, чтобы не сорваться, не выйти с сухих дней? Потому что голода не существует. Существует только лишь наше восприятие мыслей в таком контексте. И как с ними работать, мы тоже будем с вами проходить. Конечно же, все записи у вас останутся. А сегодня, знаете, хотела бы с вами поговорить на тему паника. Почему эта тема? В нашей стране сейчас много всего, что происходит. В принципе, как и всегда, происходило что-либо. И ко мне обратилась девочка, женщина, в таком, наверное, в критическом психологическом настрое. И она сказала мне первые ее слова. Она говорит, помогите, я в панике. Не важно, по каким причинам. Но мы с вами, я бы хотела с вами разобрать, что такое паника. Паника – это когда ты выходишь за пределы своих возможностей. Когда ты выходишь за пределы своих рамок. Своих рамок, которые ты устанавливал всю свою жизнь. Которые устанавливали тебе изначально твои близкие. Мама, папа, бабушки. Потом эти рамки начали устанавливать в садике, в школе, в учебном заведении. Друзья, подруги. Все те люди, которые нас окружают. И вот как раз паника – это тот, та тонкая грань, когда ты выходишь за пределы того, что ты можешь осознать. Это может быть любого плана паника. То есть, когда ты прыгаешь с какой-то, там, с канатки. Когда ты начинаешь делать какое-то дело, которое по твоему мировоззрению от тебя зависит какой-то результат очень сильно. И ты паникуешь, что у тебя это не получится. Абсолютно неважно, чего касается эта паника. Это как раз именно то, когда ты выходишь, вот эту вот тонкую невидимую грань, переходишь за неё. За эту тонкую границу того, что ты не делал. Того, что ты увидел через другого, возможно. Что у него такое было и с ним случилось вот так-то. И ты перетянул эту ситуацию, спроецировал это на свою жизнь. Спроецировал это на свою жизнь. А как я буду в этой ситуации? А что со мной произойдёт? А смогу ли я это пережить? А смогу ли я это выдержать? И вот эта паника, это всего лишь расширение твоих личных границ, твоих личных возможностей. Твоего личного мира в короткий промежуток времени. То есть, что такое время? Время. Я изначально говорила, что время существует только в этой плотности. Но время существует в этой плотности лишь в восприятии вашего осознания. Когда идут процессы, а ты их дублируешь материальными шагами, меряешь той материи, в которой ты существуешь. Потому что в этой плотности ты существуешь в материальном мире, через материальное тело, которое ты можешь прощупать. И когда ты выходишь по каким-то причинам за рамки своего восприятия, в короткое временное пространство, в то временное пространство, которое ты измерил материальными ёмкостями, у тебя начинается паника, что ты не готов, что ты не знаешь, что ты не можешь. И ещё что-то всего того, чего ты себе навешал, что это не может быть. Но как только ты понимаешь, что всё, что с тобой происходит здесь, сейчас, это ты себе создал, ты себе создал сам. И состояние другой плотности. Для того, чтобы ты сюда пришёл, соединился. То есть мы соединяемся в разных плотностях. И вот эти вот пробуждения, просветления, это как раз единение с собой следующим. А, я вот это познал. Я вот здесь вот проснулся. Здесь я вижу этот сон. Где я могу контролировать сон. То есть что такое осознанное сновидение? Если кто-то занимается осознанными сновидениями, они меня хорошо поймут. То есть когда вам снится сон, и он может просто сниться, вы можете в нём испытывать какие-то эмоции, какие-то чувства, какие-то ощущения. Кучу-кучу всего можете испытывать. И просто быть в этом. А есть осознанное сновидение, где вы можете контролировать всё, что с вами происходит, осознав то, что вы есть в этом сне. И вот когда у вас идёт стадия пробуждения в этой плотности, вы осознаёте, что происходит в этой плотности, и собираетесь в другую, то есть уже из другой плотности вы здесь смотрите как бы сверху на эту плотность. И пробуждаясь в этой плотности, вам уже здесь нет страхов, нет паники, потому что здесь этот слой, эту плотность, вы уже знаете, вы уже видите её, вы уже её прожили. И вам она больше не приносит тех эмоциональных качелей до того момента, пока вы не пробудились. То есть пробуждаетесь и идёте на следующую плотность. И в следующей плотности у вас уже идёт следующая игра. Давайте это так назовём. И когда вы находитесь в следующей фазе своего познания, своего мира, своего себя, то те моменты, которые вызывали в этой плотности состояние паники, когда вы выходили за рамки, то в этой плотности любая ситуация из этой плотности, она вас не может вывести из равновесия. Вы здесь уже были, это уже ваш пройденный материал. И вы приходите сюда. И в следующей плотности у вас идёт следующий уровень вашего восприятия физического мира. И если вы прожили вот в этом состоянии панику, то здесь она уже будет, здесь её уже не будет. Вы уже будете понимать, что как только вот эта вот, вот эта турбулентность за короткий промежуток времени вы прошли, то вы будете знать, что и здесь, и это я тоже могу. И когда у вас есть состояние, что я уже и это могу, то здесь у вас будет отсутствие, в следующем пласте будет отсутствие паники. То есть паника – это всего лишь резкое перемещение за пределы вашего восприятия, за пределы ваших рамок. и когда вы в следующей плотности себя уже знаете, что я могу справиться и с этими ситуациями, то в следующей плотности вам будет всё легче и легче и легче познавать этот мир с других позиций. То есть смотрите, если вы научились переносить маленькое ведёрко с одного места на другое, и вам на следующий день ставят уже не маленькое, а большое ведро, у вас не будет, у вас не будет страха, у вас не будет того ощущения, что я это вдруг не смогу. То есть вы уже будете знать, что это просто другой вес, это другой объём, это может быть даже другое расстояние, но вы это уже делали в меньшей степени, и здесь то же самое. То есть вы здесь уже прошли всё, что будет здесь, здесь прошли в меньшей степени, а здесь вы будете понимать, что я это всё могу, только нужно обратить внимание уже на другое. И мы с вами, наверное, в следующий эфир, мы, возможно, сделаем по плотностям. Наверное, это можно будет интерпретировать, как, когда люди говорят пробуждение, просветление, да, и очень много этих слов словесных, которые очень сложно перевести в наш язык, который мы понимаем. И я, наверное, на следующем эфире постараюсь это перевести в слова, то, что вы можете прочувствовать, и когда вы будете понимать, что вы можете прочувствовать, тогда вы ещё ближе станете к самому себе, без гуру, без учителей, без философии философской. для вас это будет более простое восприятие самого себя. Насколько всё просто, вы можете это сделать. вот такой вот коротенький эфир получился. У меня всё время получается коротенький эфир, я пытаюсь вам донести те мысли, которые сформировались в слова. Если есть, ребятки, какие-то у вас вопросы, напишите, пожалуйста, в чат, а я их прочитаю и с удовольствием озвучу. Глухо. Так, слышно, хорошо, слышно, хорошо, всё, слышно, слышно, но не видно кому-то пишет. На ютубе есть вопросы, ещё пишу, чай, секундочку. Так. Вопросов нет, но слышать очень интересно, много нового интересного. Да, здорово, спасибо. А кто заблокировал наши знания? Ребят, мы... О том, кто... О том, кто заблокировал наши знания, я, наверное, как пойму, как это рассказать словами так, чтобы не заблокировали канал, я вам обязательно скажу. Об этом я говорю на ретритах. Это, опять же, замануха такая, чтобы на ретрит приехали, да? Вот. Но я, правда, не всё могу сказать здесь, потому что вы знаете прекрасно, что у нас уже это не первый канал. И нас очень часто бывает, что блокируют. Зависимость от сладкого периодически возвращается. Не могу никак с ней расстаться. Боюсь потолстеть. Какая-то субличность, видимо. Ребят, смотрите ещё. Каждая субличность, которую вы... Это же очень просто, да? Когда мы говорим, что вот у нас есть такая-то субличность, и она нам мешает, и в нас вселились демоны, сущности, ещё кто-то, ещё кто-то, ещё кто-то. Когда вы выходите на следующую плотность себя, вы уже себя здесь видите. И здесь себя уже ощущаете. И вы уже знаете, что есть следующий этап. Вам нужно только перевестись в следующую плотность. И тогда вы не переносите ответственность на каких-либо сущностей. Тогда у вас нет состояния, что вы можете на кого-то скинуть какую-то ответственность. Вот я не хочу есть, но внутри меня кто-то есть, сидит, кто меня толкает на те-либо иные действия. Я могу любого разобрать, почему у вас это происходит. И сегодня как раз у меня была консультация с женщиной, которая тоже мне говорит, ну вот я уже столько всего прошла, столько ретрита, столько марафонов, там у разных мастеров, гуру, там ещё вот всех выстреливает, а у меня нет. И тогда я задала вопрос, а что ты делаешь? Что ты делаешь, кроме как слушать? И по факту ведь ничего. Я могу сказать вам однозначно, если вы что-то делаете, то это всё равно сделаете. По-другому не бывает. Не бывает. Возьмите любую статистику, вообще абсолютно любую. Возьмите, сколько раз делали лампочку, сколько раз делали какой-то движок, движок любого какого-нибудь можно выдающегося какого-нибудь изобретателя, ну хоть кого. И вы посмотрите, что он это делал не потому, что вот у него раз и выстрелило. Наверное, есть такие люди, и они действительно есть. Ну я тоже к такому числу не отношусь. То есть у меня всё идёт только через делание. И вы знаете прекрасно, что и к такому образу жизни я пришла. И у меня достаточно длинный путь. Больше десяти лет это заняло. И если кто-то видит на канале, там кто-то, кто меня не знает, и скажет, о, ещё одна там вылезла. Гураиня. Мастерица. Кому-то что-то рассказывать и навязывать своё. Но по факту, просто та жизнь, которая осталась за кадром, многие её не знают и не видели. Вот и всё. То же самое и с вами. То есть когда говорят, вот я не могу, у меня прям вот всё, у меня апатия, у меня лень, у меня ещё что-то. Вы можете скрываться за апатией, вы можете скрываться за ленью, но лень это всего лишь, это всего лишь отмазка вас самих. Что такое лень? Как её преодолеть? Одним единственным действием встать с дивана. Почему я хочу сладкое? Разберись, а где ты? Сядь с тетрадкой. Просто сядь с тетрадкой. У меня всегда есть, вы знаете прекрасно, что у меня всегда миллион тетрадок, где я что-то всё время записываю. Какие-то какие-то высказывания ребят, которые я потом интерпретирую, какие-то состояния себя, которые я потом интерпретирую. И это тоже своеобразное, своеобразное делание. И чтобы убрать лень, она убирается единственным движением. Движением. Вот я не хочу, например, идти заниматься. Что мне нужно сделать? Просто пойти заниматься. Всё. Я не хочу что-то почитать, но мне, например, что-то нужно. Что мне нужно сделать? Просто начать читать. Но не существует лени. Это искусственно придуманное оправдание, с которым нам просто. У меня нет энергии. У меня нет этого. Энергия, она нарабатывается. Чем больше вы начнёте работать над самим собой, тем больше у вас будет вырабатываться энергия. И если вам сейчас тяжело что-то сделать, и вы говорите, что у меня нет на это энергии, я не говорю какие-то физиологические отклонения, физические отклонения, да? Если вы говорите, что у меня нет энергии, что нужно сделать? Нужно просто начать это делать. Если, например, сегодня нет энергии пройтись перед сном там полчаса, но вы встали и пошли, то поверьте, через месяц, когда вы будете уже там бегать или там ещё что-то делать, уже не полчаса, а уже вот столько уделять времени, действий, ещё что-то, то когда вы вспомните вот это вот, либо если у вас будет записано это ещё лучше, скажут, о, месяц назад я не мог просто пройти полчаса. И когда вот вы в этом состоянии будете, когда в этом состоянии вы скажете, мне лень что-то сделать, то вы вспомните, что мне лень, например, пойти сегодня в спортзал и отпахать три часа и потом подумать, а вот месяц назад мне всего лишь было лень полчаса пройти, а сейчас для меня полчаса пройти, это ничего не сделать. И это просто нарабатывается. Просто перестаньте себя жалеть. Зачем? Вам же это тело дано не для жалости, а для действия. Вам же этот мир дан для делания. И если вы говорите, что я не могу это сделать, мир вас слушает и говорит, мир это ты сам следующий. Он говорит, ну как бы нет, да, ну хорошо, я тебе даю столько нет, сколько ты захочешь. Я вот это не могу сделать. И вот ты следующий себе даёшь, о, хорошо, я тебе буду давать столько неделания, сколько ты себе будешь позволять вот здесь. только вы себя регулируйте, только вы составляете свой мир, только от вас зависит. У вас всегда миллион выборов. И только вы делаете выбор, каждую минуту, каждое мгновение, только вы делаете выбор. Ни сущность, ни какая-то субличность, ни кто-то, только вы сами. Что вы сделали? Вы сделали выбор съесть сладкого, или вы сделаете выбор пойти прогуляться? Вы сделаете выбор почитать или полежать? Вы сделаете выбор чего? Всегда только ваш выбор. Ни чей-либо, только ваш. Стала ходить на пяточках по квартире, очень хорошее упражнение, сразу почувствовала. Тюрьки уходят от еды, только соседи снизу сразу прибежали. Ну, потихонечку ходите. Не обязательно сильно стычать. Сам факт, что у вас идет вибрация. Так, сейчас, секунду, посмотрю. Добрый вечер. Не то, что паника, сложно, сложно идти глубже носуком, когда губы сильно сохнут. Это будет обсуждаться на нигде дневки. Да, будут обсуждаться на нигде дневки, и пока у вас не сформировалась, пока у вас клетка не научилась сохранять влагу, то у вас какое-то время будет сухость, ребят. Это естественный процесс тела. Я вам тоже об этом расскажу. Какое влияние на тело и сознание оказывает рапе? И можно ли практиковать его на сухих днях? Ну, вообще, рапе это... рапе у каждого мастера, да, так назовем, я не знаю, как их назвать, кто их делает, это смесь определенных трав с деревом, я не помню, как называется, с пеплом определенного дерева. В некоторые рапе добавляют еще табак, а в некоторые не добавляют табак, некоторые без табака. вот, и в зависимости от того, какие специи добавлены, у вас оно так и получается, что оно либо дает какое-то расслабление мозга, либо дает активность в мозговые клетки, то есть нейронные сети, нейронные связи. Вот, поэтому если... Я не видела, я просто никогда не видела, не слышала ни одного такого случая, чтобы от рапе, то есть рапе, оно не вызывает какого-то чувства голода. Оно... Просто смотрите тогда по себе, какие... с кем вы... у кого вы его берете, с кем вы это делаете. Ну, как бы я не... не специалист по рапе, я не могу вам ответить на этот вопрос. Прям вот досконально. Но очень много информации есть, на канал. Благодарю. Ты права. Надо взять ответственность за все свои действия. Спасибо вам, видимо. Немножко не на русском написано. Вот. Ну что, ребят? Да, он тут пишет, что там... Ну, вам никто не может разрешить или запретить, да? Здесь вот напишем, там кто-то разрешает рабе на сухие дня. Это... Это должно быть ваше чувствование, насколько вам это заходит, насколько для вас это актуально. Но я, правда, не готова это обсуждать. То есть я не очень большой знаток вот этой темы. Поэтому вот как-то так. Ну что, ребят, будем идти дальше в просветление. Буду вам рассказывать, как я это чувство ощущаю. А вы будете смотреть, насколько для вас это актуально. Больше пока... Так, еще вопрос. А если на верхней части еще под глазами, веком, длиже к верхним уголкам глаз, такие небольшие треугольники отпускают у женщины, что это может быть? Ну, это может быть по-разному. То есть, смотрите, вот я так понимаю, что это вот здесь, да? Нужно смотреть, во-первых, тут много факторов, ребят. Это нужно смотреть, во-первых, чем вы пользуетесь. И пользуетесь ли кремами, маслами, косметикой. Потому что это здесь самая тоненькая кожа. У меня есть... Я купила себе масло для ресниц. И у меня... У меня аллергия. Вот здесь вот выскакивает моментально вот в уголках глаз. Поэтому для меня это прям проблематично здесь у себя. Какое масло. И нужно ли оно, вообще не знаю. Поэтому здесь нужно смотреть вообще, какой у вас образ жизни, почему у вас идет отек, после чего идет отек. Это утром идет отек, либо к вечеру у вас возникает отек. То есть утром, когда вы в горизонтальном положении, это, если у вас опухает что-либо, это одна история. Если к вечеру идет какой-то отек, это другая история. Здесь тоже нужно смотреть. Ребятки, спасибо за ваши вопросы. Спасибо, что вы присутствовали. И на этом же канале, на канале просветления, мы с вами встретимся, возможно, через недельку. Всех благодарю, всем спасибо. И пишите, пожалуйста, свои отзывы, насколько вам понятно то, что я говорю, насколько я понятно это доношу. Спасибо.